Я ненавижу эту работу, честно говоря, потому что это так или иначе рабская такая работа. Ну, в прямом я 16 лет отца не знал вообще всего. Все, я слышал что-то в голосе, чувствую, это шмолзган. И пошла. Реально, вот были такие случаи, когда я встал с утра, у меня был хлеб и сахар, я ел. Ну, вот так. Я думаю, сейчас. Мы с Сергеем Одесским исполним мечту талантливого человека. Так страшно. Но спочинем тебя. Да ну, нафигу. Последняя эмоция, она прям вообще шикарная. Бедная, аж такой, это же просто, это вообще. Я сам вообще родился в городе Ангарске, это Иркутская область. В Санкт-Петербург и переехал из города Кемерово, там 7 лет жил, учился на сольном и хоровом пении. Не сложилось, год там потусовался, что-то не сложилось, вернулся и на 3 года просто застрял в жесткой депрессухе, без бабок, короче. И всегда знал, что надо срываться, надо развиваться, короче. И как-то себя переборол и поехал. У меня было 13 тысяч, я сюда переехал. Первое время все, второй день мы сняли квартиру и второй день я поехал таксовать. Я ненавижу эту работу, честно говоря, потому что это так или иначе рабская такая работа, особенно если ты работаешь в экономе. Но приходится. Расскажи про свое увеличение этой музыки, как ты к этому пришел, чуть поподробнее, чтобы люди понимали. С детства, ну, у меня мама заставила пойти музыкальную школу. Ну, конечно, для меня в городе Ангарске это было очень тяжело, потому что, ну, принять, потому что, ну, у меня город Гоповской такой, знаешь, все по понятиям там ходят. Ну, город, типа, в 90-х застрял. И когда мама говорит, ты пойдешь в музыкалку, тебе надо развиваться, я, как бы, конечно, отнекивался, бросал ее кучу раз. Потом вот я встретил своего отца в городе Кемерово, уехал в город Кемерово, и там уже я поступил в профессиональное учебное заведение, начал изучать хор, сольное пение. И я понял, что надо расти, надо что-то делать такое сольное, более, ну, адаптироваться, короче. А ты сказал, встретил отца эту, в каком смысле? Ну, прямом, я 16 лет отца не знал вообще всего. А как так получилось? Ну, всегда хотел, конечно, знать отца, там, ну, мне не хватало отца очень сильно в детстве, было тяжело, конечно. В общем, в одноклассе, как я зарегался, думаю, найду-ка своего батю. Ну, у него же есть фамилия моя. Ну, что, он просто в какой-то момент пропал или ты его вообще никогда не видел? Ну, они с матерью в два, когда мне было, может, годы разошлись, и все, я его не видел, мама закрывала меня от него, и как бы мы не общались с ним никогда. Я сам на него вышел, написал, он, оказывается, очень ко мне доброжелательный, говорит, да, приезжай в Кемерово, типа, познакомимся. Я окей. Он мне скинул деньги на билет, все, я уехал. А потом, со временем, и вообще переехал, то есть, туда, что там, с 7-8 лет. Сейчас мы едем к Диме в гости, что ты вообще там покажешь и расскажешь? Да, мне там нечего показывать. Ну, покажу свою, в кавычках, студию, там, маленькую, такую. Ну, компьютер свой, блин, что сейчас студия, это компьютер, миди-клавиатура, наушники, микрофон. Все. Мне никто не верит, но жил, блин, я не хочу даже говорить, жил и ужасно, но реально, вот были такие случаи, когда я встал с утра, у меня был хлеб и сахар я ел, мне дед подарил школьник велик, я ехал, ел сахар с хлебом и весь день катался, вот на одном в сахаре хлебе, вот это реально то есть условие. Ну, вот так, я думаю, сейчас слава богу. Я прям вообще счастлив, что у меня вообще все, честно, хорошо. Спасибо. Ну, вот моя квартира, господи, вот здесь плю, встал, покушал, поработал, когда деньги нужны. Когда денег хватает, я сажусь сюда, создаю уникальный контент. Чем твоя мама занимается, расскажи про нее. Сложный вопрос, ну, вообще, я не знаю, как на это реагировать, но она умерла, она умерла, да. Она музыкант, то есть, ну, почему мне подавал в музыкальную школу, вообще, хотел очень, чтобы музыкой занималась, занимался, потому что всегда видел его мне, ну, что я творческо очень и очень эмоционально. Потом родились мы и испортили всю жизнь, грубо говоря, ну, потому что дети, это тяжело. Это был первый концерт еще в Кемерово, когда я начал, знаешь, повышаться после этой страны рок-группы, знаешь, это все. Меня пригласили, короче, выступать при губернаторе. Большой губернаторский прием, самое лучшее заведение Кемерово. Я выхожу с репетиции, вот, 21 января, и бабушка мне звонит, а я, как полный мудак, в последнее время давно уже не звонил ни маме, ни бабушке. Может, закрутился, начал там повышаться, получаться, что-то там, как-то закрутился. И бабушка такая, нормально так говорит, Дим, привет. Все, я слышал что-то в голосе, вот это, ну, я чувствую, это жмолскан. И пошла, то есть мама говорила. Я просто упал на колени, это самый пиковый был момент в моей жизни, я не знаю, меня просто переломило. Ну, я просто упал на колени, вот вдруг Саша бы, лучше бы сказал, я не знаю, я просто... Я просто всегда хотел вернуться к ней и воздать ей все, чего она заслужила, потому что она у нас сложила все. И, как бы, и ты понимаешь, вот можно, знаешь, там, машину разбить, починить, там, не знаю, там... Да не знаю, сейчас палец оторвешь, можно имплантант ставить. А здесь, понимаешь, все, это невозвратимо. И меня это, ну, как бы, вот это чувство, что ты больше не вернешь и больше это не изменишь, у меня просто разбило сердце на планете. Ну, в общем, я попросил Диму, чтобы он довез меня до определенного места, где мы с Сергеем Одесским исполним мечту вот этого вот талантливого музыканта, талантливого человека, но работающего не по профессии, так скажем. Поэтому, друзья, уже буквально через таких-то 15-20 минут Дима, я думаю, что будет в шоке, потому что... Но мы ему действительно приготовили крутой, крутой сюрприз и крутой подарок. У меня к тебе просьба, завяжи глаза, пожалуйста. Нет, нет, что-то я когда-нибудь не был готов. Ну, завязывай глаза, в общем. Так, чтобы ничего не видеть. Да, да. Ничего не видишь? Нет. Сколько пальцев показывает? Нисколько не вижу. Ладно, пойдем. Машин закрыл? Так. Да, закрывай тачку. Наверх? Наверх, да. Наверх, ступенька. Тут пойдем. Идем. Смелее, смелее, да. Бля, вот к этому не готовился, капец. А, кстати, то, что я матерюсь, ничего? Ничего страшного, это нормально. Я просто постоянно матерюсь, я стараюсь на себя работать. Блин, я просто еще завязанными глазами вообще не ходил, по-моему, ни разу в жизни. Мне так страшно. Ну, спочинем тебя. Проходи, пойдем, пойдем, пойдем. Вперед, сейчас спокойно. Теперь стой, ничего не смотри. Я побывал у тебя дома, видел, как ты записываешь музыку и видел всю, так сказать, твою подноготную. И я думаю, что вот эта моя прокачка в какой-то степени позволит тебе улучшить свою жизнь и свое музыкальное творчество. Я совместно с моим другом Сергеем Одесским, заранее мы подготовились, вот. И сейчас Серега прокачает твою жизнь. Снимай. Ну, страшно вообще. Держи, дружище, я тебя от Саши Жичкин, от меня. О, боже мой. Офигеть, а я, блин, обалдеть, просто вообще. Это, это мое? Да, это твое, да, да, да. Офигеть. Коробка, микрофон у меня дома, я потом тебе его отдам. Это микрофон вместе с ловушкой. Я сегодня у тебя так намеком и спрашивал про это, знаешь, не просто так, поэтому я желаю тебе творческих успехов. Блин, Сань, спасибо тебе. Вот. Я реально не ожидал. Надеюсь, что это поможет тебе в твоем творчестве. Стоп, ру, вообще. Блин, это клево. Блин, я не знаю, что сказать, как-то. Он, когда меня ведет, я думаю, сейчас, блин, не знаю, какой-то, может, пранг будет или что. Я подумал, что это какой-то пранг. Типа в долгере они все что-то снимают. Офигеть, вообще. Мысли, может, материализуются. Я хотел себе, понимаешь, я хотел. Я даже этот микрофон пошел, блин, я расплатился опять кредиткой, понимаешь, залез. В эти долги, понимаешь, надо расти, расти. А своих денег не хватает. И просто не материализовать себя от этого офигел. Джон Кеха, спасибо. На самом деле, если бы не Серый, этого бы ничего не было. Потому что Серый принимает здесь очень большое участие. Можно вас обнять? Да, пожалуйста. Спасибо вообще, Саня. Офигеть, Саня. Ну и, конечно, не просто так мы собрались у этого места. Я желаю, чтобы когда-нибудь ты выступил в каком-нибудь большом... Сто процентно, я вам даю слово. Ребята, визуализируйте свои цели. Никогда не зацикливайтесь на бабках. Зацикливайтесь именно на том, что вам именно хочется делать, чем вы живете. Просто делайте это и пофиг на все невзгоды. Они так или иначе вас обойдут. И вы придете туда, куда вы хотите. Просто верьте, что это у вас уже есть. Серый, спасибо тебе большое, что ты помог. Да подожди ты. Спасибо тебе, что ты помог и поучаствовал в этом выпуске. Потому что, ну, реально, без тебя не было бы этого выпуска. Потому что, ну, ты главное действующее лицо. Ты прокачал жизнь этого парня. Потому что вам, ребят, я всем советую подписаться на канал Сергея Одесского. Ссылку я оставлю в описании. Давай сделаем еще другую такую тему, что ребята смотрят последнее видео, ставят комментарии, подписываются на канал. Ага. И потом, рандомно, да, это называется? Да, рандомно. Победитель получит 5000 на карточку. 5000 на карточку? Да. Что нужно сделать еще раз? Какие условия? Ну, подписаться на канал. На твой канал? Да, да. Оставить комментарий. Ага. Под видео крайним. Ага. И... И ты выберешь рандомно какого человека и перешлешь ему 5000. Да. И поставим лайк еще, ребят. Это очень круто. Короче, ребят, чтобы выиграть 5000, переходите на канал Сергея. Подписывайтесь на его канал. Пишите любой комментарий под последним видео. И ставьте лайк, и все, и будете... Желательно смотрите эти видео. Да, да, да. Это очень круто. Сера, еще раз спасибо тебе большое. Тебе спасибо, Сашка, что ты застал. Да, это прям классно. Я сегодня целый день вот так вот занимаюсь этими съемками, весь вымотан. Но вот эта вот последняя эмоция, она прям вообще шикарная. Прям бедная. Это же просто, это вообще просто. Блин, ну чувак работает в такси. Работает в такси. И просто грезит желанием стать звездой, популярным человеком. У него, причем, достаточно хорошие песни. Он, ну талант, да. И когда я услышал о треке, я подумал, что, блин, вот этот человек, которому нужно прокачать жизнь. Ну класс. Вот. А ты с ним снимешь, да, свой последний трек с ним запишу? Да, какой-нибудь трек с ним запишу. Жизнь на прокачку. Жизнь на прокачку. Жизнь на прокачку. Жизнь на прокачку. Жизнь на прокачку.